Алло. День добрый. Добрый день. Меня зовут Андрей Паук. Я хотел вам задать вопрос. Андрей Паук? Да. Паук фамилия, да? Да, фамилия такая. А вас как зовут? Меня зовут Оксана Геннадьевна Дреневская. Здравствуйте, Оксана Геннадьевна. Очень приятно. Добрый день. С праздником вас сегодня. С религиозным каким-то, да? Да, религиозным праздником успения при Святой Богородице. Спасибо большое. Я вас слушаю. Я хотел уточнить такой вопрос. Значит, вот недавно у вас, начальник ОВД Леческого Располкома, есть такой Себик Андрей Владимирович. Есть такой. Вот. И он организовал задержание двух парней, которые сняли красно-зеленый флаг в создании Лепнянского районного дома культуры. Красно-зеленый флаг сняли? Ну да, вот этот государственный. Вот этот. А, ну. Угу. И что? Не знаю. Так это. Так передайте ему, что он негодяй. Что нельзя так делать. Ну, он, наверное, действовал в рамках своих должностных обязанностей. Ну, какие должности? Не, наверное, а точно. Ну, какие это должностные обязанности задерживать парня за то, что они сняли государственный флаг? Они что, надругались над ним? Я даже не знаю, как это вам и ответить. Ну, в рамках... У нас есть государственный флаг. А зачем они его снимали? Ну, если вы... А кто они вам, эти парни? Да никто. Я просто обидно за парней. А зачем они снимали? Так не запрещено. А как это... А как это, вот, ну, государственный флаг? То есть, кто-то его повесил. Ну, даже если с этой стороны, да. Они пошли снять. А зачем они это сделали? Это ж хулиганство. Ну, я дома, например, у себя что-то... Ну, а у меня кто-то привезет с ними. Так, а какой кто имеет право снимать то, что он не вешал? Даже вот, вот, даже если с этой точки зрения посмотреть. А зачем они это? Это хулиганство. А зачем они это сделали? То есть, вы считаете, что это хулиганство? Не, ну, так, а зачем вообще вот снимать то, что ты не вешал? Что ты не ложил, брать? Это то же самое взять, что ты не ложил. Золотые слова. Ну, есть государственный флаг. А зачем они это сделали? А для чего они это сделали? А есть национальные символы, которые МЧСники снимают без разрешения с балконов и фасадов частных домов. Тоже ж хулиганством занимаются? Кто? МЧСники? МЧСники, которые бы, чем бы, стиги снимают с частных подворьев. Еще у вас есть вопросы? Да, скажите, как у вас там с оппозиционерами? Тихо или шумят? С оппозиционерами. А кто такие? Я вам скажу так. В рамках своей работы я работаю с частным бизнесом, с государственным сектором. Наша цель – рост экономики района, как частного бизнеса, так и государственного сектора экономики. Стабильная работа социальной сферы, которая способствует рост экономики, способствует стабильной работе социальной сферы. Ну, это как взаимосвязь, это как цепь, звенья одной цепи. Правильно? Вы со мной согласны? Да, согласен. Ну, поэтому моя работа, основа именно эта. Угу. Скажите, а ваш район дотационный? Конечно, дотационный. Дотационный по той причине, что у нас нету крупных промышленных предприятий. На 67% мы получаем дотации. Ничего себе. Так это ж плохо экономика работает, плохо частный бизнес работает. Почему плохо экономика работает? Ну, дотации, не зарабатываете на себя. Я как-то не понимаю ваших вопросов. По сути, какой у вас вопрос по существу? По сути, хочу сравнить положение. Ну, я вам ответила дотационность. Да, у нас тоже Октябрьский дотационный, но ваш еще более дотационный. А вы сами с Октябрьского района, да? Но я хочу сказать, что вы, наверное, еще и больше процент дотационности, чем мы. Нет, нам говорят, что у нас наполовину. Нет. Нет? А сколько у нас? Ну, не знаю, не буду утверждать. Вам, наверное, там, я думаю, зам по экономике, тоже отвечают процент дотационности. Она мне неправду всегда говорит, в отличие от вас. А почему вы решили, что нам говорить неправду? Она, потому что они вообще уходят от этих ответов дотационные. Я говорю, а почему район не может заработать себе? Она говорит, ну, потому что так все. Так это что, правильно, как все? Ну, потому что, например, вот понимаете, небольшие такие районы, как вот вы, ваш район, наш район. Промышленного производства массового, большого, дорогого, можно сказать, да, нету. Есть очень развита социальная сфера. Школы, правильно? Больницы, правильно? Это та сфера экономики, которая денег, по большому счету, не зарабатывает. Ну, они не занимаются коммерческой, то есть их одной деятельности не коммерческая деятельность. Ну, а совсем другие направления. Поэтому, вот у нас, например, Щербзавод, это градообразующее предприятие. Одно из, ну, наиболее такое вот крупное. Поэтому наши районы небольшие, они дотационные. Ну, в общем-то... Скажите, Андрей Паук, а вот вы записываете сейчас наш разговор? Да, я записываю сейчас наш разговор. Почему вы меня не поставили в известность о том, что я вам согласия на запись разговора не давала? А я вам не домой звоню, не в частную жизнь вашу торгаюсь. Ну, так, конечно, я же вам не давала разрешение записывать наш разговор. Я вам напоминаю, что госорганы работают открыто и гласно. Так что не переживайте. Конечно, открыто. Я даже... Вопросов нету. Какие у вас еще вопросы есть? Я хотел вам посоветовать бизнес открыть в вашем ленческом районе, такой, чтобы прибыльный был. Ну, какой? Бумагу можно сделать из технической конопли. Отдает три урожая за год, не требует хлорных отбеливателей. Экологически чисто, хорошо на корм скоту идет. Почву плодородия повышает. Ну, в общем, и лес не надо резать. Только надо одобрить, чтобы конопляводство у нас было в Беларуси. Технической конопли. И такие дотационные районы могли бы жить за счет производства бумаги, например. Либо ткани, например, из конопли. Вот подумайте о досуге. Как это можно осуществить? Еще у вас есть предложение? Да, и все-таки Себеку Андрею Владимировичу передайте, что он негодяй, работает на оккупационный режим. И, значит... Себек Андрею Владимировичу Атерюхану Николаевичу. Извините, Себек Андрею Владимировичу. Да, это руководитель, который выполняет свои должностные обязанности. Вот, а власть у нас в Беларуси захвачена. Выборы прошли нечестно, и он служит оккупационной администрацией. Так что скажите, чтобы... У вас в части экономики еще есть вопросы? Нет, в части... Вопрос в направлении, которые я курирую. Вы, когда сегодня мне позвонили, есть направление, которое я курирую? Ну, что-то я не понимаю вас. Да, вы мне очень понравились, так как вы отвечаете, вы очень открытый человек, не то что наши чиновники. Вы не переживайте. А вот Себек Андрею Владимировичу пускай переживает, потому что трогает парней за то, что они снимают красно-зеленый флаг. И, ну, сняли, подумаешь, и что. Короче, пусть не трогает, и пусть служит законодательству Республики Беларусь. А не Лукашенко Александру Григорьевичу, этому бандиту, самому настоящему. Вы знаете, я не хочу с вами продолжать разговор вот в данном концепте, потому что как-то, ну, наверное, не совсем правильно. Вы же видите, что нам вредит. Я вам говорю, у вас в части экономики, развитие экономики есть еще? С экономикой у нас все. Сорговля, экономика, малый бизнес. У вас есть вопросы еще? Вопросов у меня нет. У меня вообще душа болит по ситуации в Беларуси. Ведь такие районы, как Октябрьский, Лельчицы, они же вымирают. Почему вымирают? Вымирают, что у вас деревни новые появляются в районе. А зачем новые деревни? Для того, чтобы развивать район. К вам молодежь приезжает. У вас молодежь остается на местах? Остается на местах. Каждый год приезжают молодые специалисты. Они по своей воле приезжают? В Лельчицы. Как это по своей? У меня есть сын, у меня есть дочь. И они хотят выучиться и вернуться в Лельчицы. Правда? Так у вас рождаемость растет в районе? Ну, я вам сейчас цифры не назову. К сожалению, это не мое направление. Так я вам сходу, конечно, не скажу. Растет, не растет рождаемость. Но я вам хочу сказать, что молодежь возвращается. А как можно заставить молодежь не возвращаться? А чем плохо работать, например, в Лельчицах? Чем отличаются Лельчицы от Минска? Ну, по большому счету. Зарплата? Вы знаете, наверное, тут и не зарплата. Кто хочет работать, он заработает везде. Нет такого труда, который не оплачивается. Вот кто не хочет работать, тот говорит, что мне мало платят. Ну, это как само собой разумеется. То есть, ну, деньги надо зарабатывать. А почему в Минск молодежь, в Гомель рвется? Потому что, наверное, сейчас вот в реалии жизни все хотят блага. Вот хотят побольше гулять, меньше работать, больше сидеть у компьютера. Вот звонить мне, вам, Андрей Паух, сколько лет? Мне 39. Вот еще вы молодежь. Да какая же я молодежь? А так, например, мне 40, и я еще молодежь. Так отлично. Понимаете, вот проблема, наверное, в этом. А кто хочет заработать, он заработает. Не-не, проблема действительно... Кто не хочет лениться, он заработает. Работа есть везде. Да, есть везде. Только проблема, что молодежь работать не хочет. Вот проблема. Да, меня в Октябрьском даже скотником в колхоз не брали. Я хотел. Даже не за денег. Оксана Геннадьевна, спасибо вам за то, что вы такой открытый, светлый человек. Я вам желаю всего хорошего. Да, и я хочу вам напомнить, что у нас очень все плохо в Беларуси, у нас нарушаются права человека. Я так не считаю. Как это? Мои права не нарушаются, не нарушаются права моих детей, не нарушаю... Я, как госслужащий, отдаю оценку, и не нарушаются права частного бизнеса, который сегодня работает в условиях, можно сказать, глобальной либерализации. Ничего себе. Сегодня никто не командует и не говорит, как работать, что делать. Никто не идет. Есть 510-й указ президента, который способствует работать честно. Никто не вмешивается в работу бизнеса. Только работай, работай честно. Да у вас там рай земной прямо. Ничего себе, надо приезжать лечиться. Ну, так везде. Да не везде. А где по-другому? А где по-другому? Вот сегодня, когда мне говорят, что вот что-то плохо, я неоднократно... Я просто, понимаете, государственный сектор экономики, да, это предприятие, которое... Ну, это вот одно, да. Частный сектор экономики, это совсем другое. Я очень часто встречаюсь с частниками и ПЭШниками, и крупными, и средними, и малыми предприятиями различных категорий. И я не слышу тех проблем, что им работать в Белоруссии плохо. Сегодня и налогообложение очень лояльно. Только работай честно. Ага, понятно. Сегодня и седьмой декрет есть президента. Сегодня все не ты, только работай честно. От слова работай, работать надо. Тогда будут деньги. Да, то, что ваш район дотационный, говорит о многом. О том, что у нас экономика... О том, что у нас... Мы малый район. Да это не оправдание. Ну, понимаете, нельзя сравнивать, например, все районы республики Беларусь с Минском. Ну, не будут все районы такие, как Минск. Есть отдаленность, есть местечковость, есть малые, крупные, средние. Ну, наверное, поэтому по этой градации они разделяются. Ладно, хорошо. Хорошо, Оксана Геннадьевна. Спросим у ваших жителей тогда местных, как на самом деле обстоят дела. Хорошо. Так ли, как вы думаете? Я делаю... Я экономист, я не думаю, а анализирую и делаю вывод. По той ситуации, которая слаживается. По тому общению, когда я выезжаю с людьми общаться в сельскую местность. И вы знаете, опять-таки, я вам скажу, кто хочет работать, тот зарабатывает. А кто не хочет работать, тот говорит, что мало зарплаты и все плохо. А кто хочет работать, тот зарабатывает. Ну, я понял. А вы давно работаете экономистом? Ну, уже на протяжении 11 лет. Ничего себе. Так вы, Стахановец, вы же... А почему у вас не меняются экономистами? Молодым не даете дорогу? Как это не даем? У меня в отделе три молодых специалиста. Ага. В отделе экономики. Как это не даем? А на предприятиях у нас участник есть, крупный торговый. У него три молодых специалиста пришло. У нас в сельском местности молодые специалисты приходят. Ну, почему не даем молодым работать? Молодежь, та, кто хочет работать, она же очень продвинутая сегодня молодежь. Правильно? Это те, кто хотят работать. Такие, те, кто не хотят работать, еще более продвинутые. А так они же, а как они работают? Они еще более продвинутые, они зарабатывают через интернет деньги. Ну, сегодня, благо, 21 век, каждый зарабатывает как может. Кто-то через интернет, кто-то через физический труд, кто-то через умственный труд. Ну, я в интернете не профан, поэтому я так не могу сказать. Зарабатывают, и через интернет, конечно, это 21 век же, на говоря. Хорошо. А может, вы подскажете, какая у вас зарплата? Ну, наверное, я не захочу вам говорить. Давайте я свой скажу. Зачем вам моя заработная оплата? Давайте я свой скажу. Я вообще из Литвы звоню. Я из Литвы. Ого. Да, я тут работаю, получаю тысяча евро. Ну, значит, вы хорошо звоните нам по межгороду тысячу евро. По меж странам звоню. Так а вы сколько? Вы получаете тысяча евро в Располкоме? Ну, я не хочу вам отвечать на этот вопрос. Почему? Почему я должна вам рассказывать свою зарплату? Это моя личная зарплата. Я не хочу никому рассказывать. А чиновников мы не знаем. Наши тоже не хотят, чиновники, говорить, сколько они зарабатывают. Да. Ну, это же как-то несправедливо. Ну, это же моя зарплата. Вам же люди из своих налогов формируют. Ну, это же моя заработная плата. А что это нам говорит? Свою заработную плату. Это моя личная заработная плата. Вот послушайте, небольшой ликбез, вы работаете для людей, для лиличан, правильно? Вы открыто и гласно работаете, они формируют вам заработную плату с помощью своих налоговых отчислений, это тоже верно, да? Ну, конечно. За это они хотят знать, насколько эффективно вы работаете для людей, верно? Ну как, а разве моя заработная плата будет отражать реальность эффективности моей работы? Я не понимаю. Да, это мотивация для вас, работать экономистом, работать именно... Вы знаете, для меня мотивация это результат моей работы. А какой результат? Когда я вижу результат своей работы, когда я вижу, что стабильно работает экономика до маленького населенного пункта, небольшого, городского поселка Лельчицы, Лельческого района, не Мозыря, не Гомеля. Я, у меня позиция, я никогда не сравнивала Лельчицы с Мозырем, с Минском, например, ну, с большекрупными, там, где есть крупные перерабатывающие предприятия. Мы работаем, развиваемся в рамках городского поселка Лельчицы, в рамках серединки Полесья. То есть, понятное дело, что большего, чем вот мы можем, ну, мы же не сделаем, да, потому что вот мы территориально, мы живем здесь. Но когда я вижу, что наша экономика работает стабильно района, ну, это есть результат, это есть моя мотивация. То есть вы... Сфера торговли, стабильно работает частный бизнес, стабильно работает тот государственный сектор экономики, который у нас есть. Понятное дело, есть логистическая составляющая, да, есть, как я вам говорила, отдаленность. У нас сегодня нет, на сегодняшний день нет железной дороги, да. Поэтому вот мы развиваемся в том ракурсе, в котором мы, в принципе, в соответствии со своей территориальностью и должны развиваться. А кто это определил? Что вы должны в том направлении развиваться? Ну, как это кто определил? Это сложилось территориальным нашим признаком. То есть вы сами решаете, как вам вести экономику? У нас развивается лесохозяйственная деятельность, у нас развивается сельское хозяйство. Ну, я вот не понимаю, почему моя заработная плата должна отражать результат моей работы, КПД. Она не должна отражать КПД моей работы. Так мы не понимаем, почему это вообще тайно? Моя мотивация, ну, я не хочу называть свою жизнь, ну, это моя заработная плата. А почему? Вот вы стесняетесь? Нет, 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 это моя зарплата, ну, я не хочу ее никому рассказывать. Так а почему? Понимаете, у каждого свое понятие. Неприлично или что? Причем тут неприлично. У каждого свое понятие многого, малого, среднего во всех сферах жизни, да? Много, например, одежды, либо мало одежды, либо большой дом, либо маленький дом. То есть у каждого человека свое восприятие много, средне, мало. Вот, поэтому я не понимаю, зачем? Для чего я буду называть свою заработную плату вам, Андрей? Ну, вот запрещено. Вот вы мне, это не запрещено, я не говорю, что мне кто-то запретил называть мою зарплату. Но я лично никому, я даже мужу не рассказываю, сколько я получаю заработной платы. Мужу лучше не говорить. Меньше знает, лучше спит. Вера, все верно. Ну, а то вот расскажи мужу, сколько я зарплату получаю, а мне скажешь, заклады тратишь. Ладно, давайте не будем про мужа, муж может и обидеться. Нет, а я ему открыто не рассказываю, я ему такие вопросы сейчас. Нет, нельзя, надо мужу открыто рассказывать. А он, вы знаете, вот меня понимает и не обижается, не интересуется даже. Хороший. Да, и даже не интересуется. Ладно, хорошо, не будем про это. Вот это не надо рассказывать, лучше про зарплату рассказали бы. Ну, так я же вам говорю, что про зарплату я мужу не рассказываю. Сколько у вас в районе жителей вообще? 25 тысяч. О, так это нормально. 50% у нас сельская местность, ну, там 50 с копейками, я-то грубо говоря, 50 на 50 сельская местность, 50 лельчицы. А в лельчицах сколько самих? Ну, 50, это, ну, меньше немножко, чем 50, у нас 12 тысяч. 50 тысяч? Нет, 12, 50 процентов, я говорю, 12 тысяч. Понятно, ну, у нас, наверное, в Октябрьском всех 13 тысяч или 14 будет в районе только. Вот, а у вас, видите, преуспевающий район. Ну, я вам хочу сказать, что наш район, он третий в Республике Беларусь по территории, именно по территориальности, да. То есть он у нас большой, у нас два лесохозяйственных учреждения государственных. 70%, практически 70% у нас покрыто лесами территорией, поэтому у нас и развивается лесохозяйственная деятельность, развиваются наши лесохозяйственные учреждения, работает практически 800 человек в лесохозяйственных учреждениях. А можно я нашим рудобельцам, октябричанам, посоветую к вам приезжать, жить и работать, потому что у нас работы нету, а у вас вот все хорошо? А почему у вас работы? Кто хочет работать, мы вернемся, да, кто хочет работать, тот работать будет везде. Это не в Октябрьском. А кто не хочет работать, тот будет говорить, что работы нет. Меня с копейком не брали даже в Октябрьском, я вам напоминаю, и никуда не брали, потому что я был против Лукашенко, и сейчас я против Лукашенко. Меня по политическому признаку отфутболивали. А давайте поговорим про экономику. Давайте. Мое направление деятельности экономика. Так я уже понял, что у вас все хорошо в экономике, я не разбираюсь. А как этот человек, который разбирается в политике, может не разбираться в экономике, расскажите мне. А как же вы тогда делаете выводы, что, ну вот как вы говорите, плохо, что-то там, я не знаю. Дотация, если у вас 70% дотации или сколько там, то значит у вас плохо. Я вам еще раз объяснила, почему? Так это ненормально, так не должно быть, на самом деле. В Германии таких цифр, например, нету. Все страны живут по-разному. Ну вот, надо стремиться... Почему? Мы живем хорошо? А чем мы живем хуже, чем в Германии? Живут хорошо. А чем хуже? Потому что ездим на подержанных машинах, например, большинство населения. Тех же германцев, которые отъездили свое. Мы ездим тут на всяких ржавых корытах. А разве это есть результат хорошей жизни, либо плохой жизни, подержанный, либо новый автомобиль? Разве в этом результат работы? Ну, результат жизни? У нас это показатель, если у тебя есть какая-то машина. Вот я вам скажу, наверное, он результат экономики страны в медицине, да? У нас бесплатная медицина, в образовании. У нас бесплатное образование. Ну, относительно условно эти все вещи, потому что образование у нас есть платное, медицина платное. Так это же и есть результат жизни людей. Это же и есть вот то, что делается для людей государством. Это именно сохранение социальной направленности, понимаете? Если государстве не работает экономика, как вот с ваших слов, да? Если там дотационность, что-то плохо, что-то еще, вот как вот вы говорите, тогда бы не работала социальная сфера. Но сегодня мой ребенок идет в школу бесплатно. Я сегодня завалила, иду в больницу, и я иду, меня бесплатно обследуют. Меня бесплатно лечат. Вот этот, вот этот коронавирусная инфекция. Вы знаете, сколько стоит один день нахождения человека в реанимации? Нет, не знаю. Не знаете. А сколько один день нахождения человека на стационарном лечении? Не знаете. А мы за это не платим. Так вот, с моей точки зрения, результат хорошей жизни, он и оценивается в этом. О неподержанном автомобиле. Автомобиль – это благо. Можно сегодня и без автомобиля обойтись, да? Можно с автомобилем. Это благо, которое может быть, может не быть. А вот медицина, образование, все остальные социальные выплаты – вот это результат работы, жизни нашей. Да, и еще… Нет, вы не согласны со мной, Андрей? Нет, я согласен. Спасибо. Вы видите картину идеалистической. Но у нас же дают кредиты, чтобы школьников собрать в школу. Знаете, такие… Почему кредиты дают? Да, дают кредиты. А еще есть акции «Соберем портфель школьнику». Тоже нет хорошей жизни. Хорошо, а чем плохо акция, соберем портфель школьников. А что, родители не могут… Ну, а, например, я вам хочу привести пример. Можно, ну, кто хочет брать кредит, берет кредит. Я тут, понимаете? Если ты берешь кредит, значит, ты платежеспособный, правильно? Нет, потому что у тебя больше нет выхода. Почему нет выхода? Ну, так тебе же кредит надо платить, значит, у тебя есть деньги, есть заработная плата, на основании которой ты заплатишь и кредит, и покушать купишь, и коммунальная. То есть у тебя есть зарплата-источник. Ведь банк не даст кредит тому, у кого ничего нету. Человек же тоже должен быть платежеспособным. Я вот не понимаю, почему, ну, кредит есть. Ну, пожалуйста, бери кредит. Хочешь, бери кредит. Не хочешь, подсобирай, возьми, купи. Но как мы всегда жили? Например, я подсобирала. Поехали, ребенка одели к школе. Ну, например, не подсобирала бы я, пошла, взяла кредит. Ну, так в чем? Ну, дают кредит. Так кредит же это тоже хорошо. Чем плохой кредит, чем плохо, что есть кредит. Значит, есть зарплата отдавать кредит. Если брать кредит, то, например, может быть на открытии бизнеса. Это понимаю. Но если брать кредит на то, чтобы купить школьнику одежду, подготовить в школе, так это же уже... Ну, если ты не насобирал, а потранжировал. Так почему не насобирал? Ну, а зачем покупать, например, одежду школьнику? Ну, это, понимаете, это опять-таки, говорит, это не отражает... В Германии же такого нет? Ну, в Германии есть что-то другое. Что-то кредиты на сбор школьнику давали. В каждой стране есть что-то свое. Ну, и что если... Вот я не понимаю, почему этот кредит вас так цепляет. Я вот, ну, вот я не понимаю. Кредит это не отражение реальной экономической ситуации в стране. Я вам сказала, что реально отражает. Социальная сфера. Вот, реальное отражение, как живет и развивается страна. Беларусь... Вот то, что она у нас бесплатная, понимаете? А это все экономика работающая. Ведь откуда? Она у нас не работает, потому что Беларусь постоянно в России берет кредиты. Постоянно датируется из России. Вот. Ну, раз мы берем кредит, значит, мы можем его отдавать. Не можем. Я вот тоже это не понимаю. Мы один кредит берем, чтобы заплатить другой кредит. Вот вы говорите, вы экономики не понимаете, но вы вот знаете, что берут кредит. Один кредит берем, чтобы заплатить другой. Что это за экономика такая? Ну, с кредитами мы разобрались, да. То есть, если я беру кредит, я рассчитываю на свой заработной плат, а потом, что я его буду отдавать. Мне же бесплатный кредит никто не даст. Ну, кредит же дается возвратный. Ну, ладно. Бог с ними с этими кредитами. Ладно. Вы знаете, что в Беларуси худшая урожайность – пшеница во всем регионе. Мы хуже, чем Литва, Польша, Украина и Россия. Ну, если вам знаете, урожайность – это небесная канцелярия, нам диктует урожайность. Тут есть природный фактор, мы никуда не денем. Это экономический фактор, плюс политический фактор. К сожалению, я вот не знаю, я не могу с вами дискутировать. Нет молодых специалистов на селе, чтобы они… Как это нету? Так они каждый год приходят, эти молодые специалисты на селе. Приходят и уходят, пацаны Геннадьевны. А куда же они идут? В армию идут, либо уезжают за границу, либо в Россию на заработки. Потому что на селе надо работать. Надо работать за деньги. А мы с вами вначале говорили, сегодня молодежь хочет только благо. Хочет баров, хочет компьютеров. Хочет и правильно хочет, потому что должна быть комфортная в слове жизни. А я не знаю, я рассказала, я не хотела баров. Мы сажали картошку, потом я вышла замуж, у меня свекровь. Она вообще по 70 соток по гектару сажала картошки. Жадная свекровь. И вы знаете, это было так важно, значимо, планово. Это уже не важно. Уже в наше время. А знаете, почему это не важно молодежи? Потому что надо опять, мы переходим, работать физически. Работать не хотят. Вот вам проблема. Оксана Геннадьевна, поймите, что время поменялось, и уже привыкайте жить по-другому. А в компьютерах картошка не появится. 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 Есть технологии, которые... Есть роботы. 21 век. Какая-то часть молодежи, наверное, будет зарабатывать. Но это нормально. Для чего же компьютер есть, наверное, что он для этого... Сеть это и существует. Цифровизация и так далее и тому подобное. Поэтому, наверное, это нормально. Но все равно кому-то надо и картошку сеять. Сажать, то есть. Да, ладно, хорошо. Спасибо за содержательный разговор. Я вас не переубежу. Вы закоренелый патриот и вообще счастливый человек, как я понял. Таких немного, особенно в правительстве. А вот вы знаете, и вы будете счастливым человеком. И тогда все везде будет хорошо. Короче, как себе придумать. Извивите в своей любимой Беларуси. Работайте, зарабатывайте. Я не живу в любимой Беларуси, потому что меня в тюрьму посадить хотят. За то, что я задаю неудобные вопросы чиновникам. Представляете себе? Не верю. Что за это вас хотят посадить? Не верю. Вот такой вот весь белый пушистый. И вот просто так, наверное, вы нарушаете... Вы знаете такой музыкальный коллектив «Красная зелень»? Они выпускают песни. Не знаю. Не знаю. Вот, это я из этого коллектива. И я еще админ группы «Рудобельская показуха». Это из Октябрьского. Недавно наш канал был признан экстремистским, месяц назад где-то. Поэтому вы разговариваете с экстремистом на самом деле. Видите, я белый пушистый, а признан экстремистом. Давайте вернемся к экономике. Да, я уже заканчиваю, не будем про экономики. Я хочу просто познакомить вас со мной. Я так понял, вы не знаете. Потому что... Ну, я первый раз с вами общаюсь. Чиновники меня знают, кому я не позвоню, многие бросают трубку. В БРСМ, например, вообще в областном, не в областном, а в Минском. Вообще бросают трубку, не разговаривают со мной. Пропагандист Азаренок мне дал орден Иуды. Вот. Я думаю, после этого звонка вы ознакомитесь с нашим творчеством, поймете, с каким человеком поразговаривали. Вот. И это говорит о том, что такие люди, белые, пушистые, способные, как я, например, в сегодняшней Беларуси не нужны, которые хотят развивать наш край. А кем вы работаете? Я блогером работаю. Ну, у меня образование педагогическое, я биолог. А почему вы не работаете педагогом? А меня не берут нигде по политическим мотивам. Ну, вы же учились. Вас учило же не бодь государства. Вы же не заплатно учили. Не-не-не. Я на платном учил. Да-да-да. Я учился заочно, но распределения не было. На бюджете учился. Меня никуда не берут в школу, потому что я идеологический и враждебный элемент. Я же говорю, что я против Лукашенко. Я считаю его самозванцем. Он оккупировал страну и занимается геноцидом района. Я считаю, что надо работать, надо жить. Так надо работать и жить. И не можно работать и жить. Не можешь участвовать в общественно-политической жизни районам. Я не могу. В моем окружении все работают, живут счастливо. Понятно. И вот этот инцидент с тем, что парни сняли красно-зеленый флаг, за это не надо задерживать двух парней. А я считаю, что нельзя снимать, брать, снимать. Неважно то, что ты не ложил и не вешал. Хорошо. Ладно, давайте. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. До встречи. До встречи.